1 Петра, 1 глава, 1 соборное послание святого апостола Петра, 1 глава, 16 стих, 15-16 Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Братья и сестры, мы продолжим тему об освящении в жизни христианином. Господь сказал, будьте святы, потому что я свят. Он свят, его святость абсолютно, поэтому он не требует от нас такой святости, как я свят. Он говорит, а будьте святы, потому что я свят. Мы продолжим тему об освящении в жизни христианином. Вчера мы остановились на мысли, что человек должен быть освящен полностью, и дух, и душа, и тело. Вот вспомним притчу о любящем отце. Эту притчу еще называют притча о блудном сыне. Из Евангелия Луки, 15 глава. Она начинается так. У некоторого человека было два сына. Младший сын был заражен грехами тела. Блуд, нечистота, пьянство. Эти грехи сразу видно. А старший сын был заражен грехами духа. Дух критики, дух зависти, огорчения и обида. На первый взгляд старший сын лучше, чем младший. Но посмотрите, как этот человек далек от отца. Как он раздражен на отца, который принимает своего заблудшего сына. Этому старшему сыну кажется, что отец не прав своей любви к младшему сыну. И поэтому вот старшего сына мы не можем назвать праведным. Вроде бы и правильно жил. Но это неправедный человек. Потому что праведный это тот, у которого правильные отношения с окружающими. Правильные отношения с Богом. И правильные отношения лично к себе. Это человек праведный. Ну и тем более мы его не назовем святым. Вот этого старшего сына. А Бог хочет, чтобы мы имели участие в святости его. Быть святым, это значит быть нравственно безупречным. Жить свято, это значит жить согласно с заповедями Священного Писания. И мы говорили о том, что святость это обособление для Бога, или отделение для Бога. И образ жизни, достойность святых. Чтобы человек стал святым. Первое, что нужно? Чтобы Дух Святой поселился в сердце. Вот с этого все начинается. Когда человек принял веру Иисуса Христа, раскаялся в грехах своих и пригласил в свое сердце, в свою жизнь Господа, Дух Святой приходит и начинает наводить порядок. Он же теперь хозяин в этом сердце. И начинается жизнь освящения. Подскажите слово освящение, что означает? Как вы запомнили? Освящение. Это полное отделение от греха. Дальше. Это полная отдача Господу и его овладение человеком. Сам же Господь осветит вас во всей полноте. Что значит? Полностью человек отделился от греха и полностью себя отдал Богу. А Бог этим человеком овладел. И вот тогда мы можем сказать, что воцарилась благодать в жизни этого человека. У нас и цель такая, чтобы воцарился Христос в нашей жизни в сердце. Святой по положению во Христе должен стать таковым и святым по образу жизни. Когда человек стал святым по положению, кто его видит святым? Бог видит его святым. Окружающие еще говорят, какой он святой. А проходит время, если жизнь правильно идет, ну как оно должно идти в течение жизни, жизнь освящения. Уже его святым видят кто? И окружающие люди. Сначала он святой по положению, а теперь уже святой и по образу жизни. Средства освящения, о которых сказали мы вчера, это Слово Божие, которое нужно не просто читать и исследовать, его нужно применить в жизни. Ну помните, вопросы, которые мы задавали к тому при чтении Писания. Второе, средство очищения, это кровь Христа, которая вступает в действие, когда мы в сокрушении сердца с верою в Спасителя судим свои грехи. Написано 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Вот этот материал, брошюра об освящении, вам всем известно? А все ее читали? Это важный момент. Все-таки почитать, перечитать порой и проверить свое сердце. Здесь есть раздел о грехах, и прямо расписано. Вот какие грехи есть? И рецепты есть. Советую перечитать еще этот материал. В нашем братстве он принес большое благословение. Еще мы говорили о средстве для освящения нашего. Пост. Пост – это усиленная молитва. Пост – это усиленная молитва. Бывает, человек не может бросить курение. Ну не могу. Мы говорим, попастись. Постился не могу. Два дня постись. Три дня попастись. Есть род грехов, который изгоняется только молитвой и постом. Есть род, который изгоняется только молитвой и постом. Если человек будет пренебрегать этим средством, пост в жизни верующего, говорить об освящении будет трудно. Хотя кто-то обходится без поста, говорит, там мне все нормально. Ну, не верится, что может быть все нормально. Конечно, бывает, что человек не может быть в силу физических причин в посте. У нас был такой брат в нашей церкви. Был болен сахарным диабетом и колол инсулин. Вот так бывает. Проходит собрание. Ему уже плохо. Он поднялся на балкон себе. Сделал укол. Ну, говорит, я хочу быть в посте. А как? Ну, ему был совет. Ну, вот понемножку прибавляй. И он говорит, сегодня я был до 11 в посте. Ну, там, вчера. Потом, говорит, я был до 12 в посте. А потом, знаете, говорит, для него это было чудо. Я был до 4 часов в посте. До 16 часов. Для него лично это было чудо. Вот потихоньку прибавлял. Ну, и смотрит же за своим организмом. А бывает, что человек здравый в теле. Все нормально. Говорит, не могу. Не можешь, потому что не видишь нужды. Не хочешь. Так часто бывает. Итак, мы продолжим наше рассуждение об освящении в жизни христианина. О средствах. Братья и сестры, следующий пункт. На формирование святого благочестивого характера оказывают влияние привычки. Привычки. Слово характер переводится на русский язык как оттиск, чеканка или отпечаток. Вот знаете, как в сырую глину делают отпечаток. И она осталась. Это наш характер. Совокупность наших привычек. И привычка – это тенденция, характер мысли и чувств человека. Внутренняя предрасположенность и внешнее влияние есть. Книга Иеремии, 13 глава, 23 стих. Иеремии, 13 глава. Бог говорит. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою, и бар с пятна своей? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Привычка. А что делать? Я хочу делать доброе. Нужно с привычками работать, чтобы сформировались новые привычки. Каким образом? Первое. Повторение. Нужно повторять. Чем чаще мы воздерживаемся от греха, тем привычнее нам становится воздержание. Второе. Умерщвляя греховные привычки и приобретая новые привычки. Причем не допуская исключений. Оно же, знаете, бывает в жизни, вся из исключений состоит. А у меня исключения. И там исключения, и там исключения, и там исключения. Но один только раз. Один только раз. Вот себе раз и исключения сделал. Так привычку не приобретешь. Вы еще приобретаете новые привычки? Обычно признак старых людей, они уже новые привычки с трудом приобретают или почти не приобретают. Это уже признак старых людей. Когда Господь работает над нашим характером, и Он говорит нам, что нужно изменить. Нужно проявлять волю свою. И причем обращать внимание и старание стараться во всех областях, не только в одной области. Новые привычки приобретать. У нас бывают неудачи. В книге «Стремление к святости» Бриджеса так отмечено. Между понятиями неудачи и неудачник существует большая разница. Мы становимся неудачниками, когда сдаемся, отказываемся продолжать борьбу. Споткнулся неудача. Но это еще не неудачник. А вот когда опустил руки, ничего с меня не получается. Ничего не получится, наверное. Вот это уже неудачник. Неудача и неудачник – два разных понятия. И если у нас что-то не получилось сегодня, мы будем простираться вперед, чтобы завтра утвердить новую привычку в нашей жизни. Хорошую привычку. А старую – отвергнуть. Например, у меня был такой обычай. Ну, принял такой обычай. Когда уверовал в Господа и боролся с грехами, и Бог давал желание, и дает желание, слава Богу, побеждать грех. Проснулся утром. Ну, не лежи в кровати. Сразу вставай. Сразу вставай, себя приводи в порядок и на молитву. Бери Библию, читай. А бывает так. Ой, да еще полежу. А потом что? Потом мысли какие-то пошли, потянулась рука к телефону или что-нибудь еще такое. В общем, проблема. Братья и сестры, обратить внимание на формирование привычек. Следующий момент. Наш круг общения. Освящение происходит в общении. 1 Иоанна, помните, 1 глава. Дабы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. В общении происходит наше освящение. Когда мы общаемся с верующими, со святыми людьми, и мы воспринимаем вот этот дух веры, желание к святой жизни. И напротив, и напротив бывает, если мы много общаемся с неверующими людьми, мы можем заражаться их проблемами. Апостол Павел по этому поводу говорит так. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Дети Божьи, они святые, потому что Отец у них святой. Но Святой Отец, Отец Небесный, требует, чтобы мы не вступали в соучастие с грехом. Общение праведности с беззаконием, чтобы не было. Какое может быть общение между Христом и сатаной? Нет общения. А поэтому нужно пересмотреть порой круг общения. Я сегодня читал утром текст об Иосафате. Во второй книге про Липомнон написано, что этот человек ходил путями Давида, первыми путями Давида, и Господь был с ним. И написано, возвысилось его сердце на путях Господних. Этот человек действительно был благословенный. Он повел благословенным путем народ, к Писанию повел народ свой, идолов уничтожить. Но у него была проблема. Какая проблема? Вступил в общение с кем? С самым нечестивым царем израильским, с Ахавом. Сам благочестивый. Ну, почему ты вступил в общение с нечестивым? Может быть, по политическим мотивам, чтобы между нами был мир, чтобы был, ну, как-то, все-таки соседи, надо с соседями дружить, там, и прочее. И написано, что вступил в общение. Да мало того, что вступил в общение, там какие-то общие дела. За своего сына Иорама берет дочь Ахава. Как ее имя? Помните ту, которая умертвила почти весь род? Гафолия, Гафолия. Весь царский род практически умертвила. Вот такую доченьку приобрел для себя Иосафат. Не думая о последствиях. Печально бывает, когда святой человек вступает в общение с несвятыми, с нечистыми. Вступил в общение, и начинаются проблемы. Иосафата Господь помиловал, сохранил его от падений. А вот уж у Иорама сына проблемы начались. А потом Ахозия внук. Дорогие братья и сестры, будем проверять круг своего общения, чтобы было полное отделение от греха и полная отдача Господу. Очень важный момент – это иметь хороших духовных наставников, которые за нас помолятся. Мы рассказали им о нужде своей. Помолитесь со мной о такой-то нужде. Он помолится, не осудит тебя. И это будет нам в благословении. Общайтесь со святыми, будете святыми. Следующий момент. Следующее средство для нашего освящения. И сегодня я хотел бы о нем побольше порассуждать. Это посвящение. Посвящение наше Богу. Освящение и посвящение – это близкое. Очень близкое. В дом молитвы родители приносят своих новорожденных. Зачем они это делают, скажите? Кто-то так рассуждает. Я хочу, чтобы над моим ребеночком помолились, чтобы он не болел. Чтобы его сохранил Господь от всякого зла. Чтобы дал ему всякие таланты. Ну и как бы вот все вокруг хорошего. Все хорошее. Но это не главное. А главное что? А главное – мы приносим свое дитя Господу, мы его отдаем Богу. Из руки твоей полученной мы отдали тебе. Это главное, что есть в служении молитва над детьми. Родители должны понимать, что мы сейчас посвящаем свое дитя Богу. Помните, как Анна Самуила. О сем говорит детяти, я молилась. Бог дал мне. И я отдаю его на всю жизнь. Над многими из нас была совершена такая молитва в детстве. Нас отдали родители Богу. И слава Богу. Скажите, а бывает такое, что подарки забирают обратно? Ну вот ситуация. Молодой человек, юноша-христианин, думает о том, как приобрести сердце сестры. И он заходит путем непрямым. Знаете, как, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Мне Господь открыл, вот, предлагаю выйти за меня замуж. А он вот начинает подарочки, там подарочки какие-то. Но в итоге, когда она сказала, нет, он запереживал, ну, мне бы возвратить мои подарочки. Возврати. Ну, это что, не в своем уме человек, да, мы скажем? Ты о чем? Представьте себе человека, который Господу отдал что-то, А потом говорит, нет, возвратите мне. Была такая ситуация чуть больше 20 лет назад. Одна сестра ко мне подошла и говорит, мы хотим пожертвовать сыном большую сумму денег на дело Божие. Ну, и дает, вы подумали, да, все, хорошо. Но я не стал сразу передавать. Положил? Короткое время проходит, ну, несколько дней, несколько дней там. Брат Вася, мы вот подумали, вот, простите, нужно, нужда есть. Так, конечно, заберите, это же ваше или не ваше. Братья и сестры, когда мы положили вот сокровищницу, это наше или не наше? Если я отдал, оно уже не мое. Ну, а коль уже попросили, ну, возвратите, заберите. Ну, зачем споры там, или ссоры, или что-то еще такое, огорчение. Я скажу вам, деньги эти впрок не пошли. И вскоре она отошла в вечность, сын стал бомжом. Впрок не пошло все это. Друзья, написано в книге Экклесиаста, когда даешь обет Богу, немедленно его исполнить, потому что Бог не благоволит глупым. Что обещал исполнить, Бог не благоволит глупым. Если ты сказал, Господи, я себя отдаю тебе, а потом рассуждаешь, ну, не совсем же так. Все, что мы Господу отдали, есть святыня. Это ж мы отделили Богу. Это теперь святыня. Дал бы Бог такое понимание и родителям. Когда мы отдаем дитя Господу, мы говорим, Господи, а теперь ты пользуйся им как хочешь. И когда мы отдаем что-то из средств их, это святыня. Кстати, бывает посвящение дома. Читая историю Израиля о том, как Соломон посвятил храм для Господа и как храм был освящен Господом, некоторые выводы сделаю, некоторые выводы. Первое. Когда Соломон построил храм, а строил он его семь лет, сначала дом приготовлен. Священники, 120 священников трубят трубами, музыкальные орудия играют, поют, хор поет. И когда начинается славословие, дом наполняется славой Божьей. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы наш дом был наполнен славой Божьей, нужно заниматься дома славословием. Славословить Бога. Дом наполняется славой Божьей. Так что священники уже не могут быть в служении, в храме. Затем Соломон совершает молитву по освящению. Этот храм, Господи, теперь он тебе принадлежит. Бог принимает молитву, падает огонь с неба, как знак, что принята молитва. А дальше начинается что? Поклонение. Сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господь на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонялись. И славословили Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. А потом обильные жертвоприношения. Все, этот дом теперь дом Божий. И да будет так, что каждый из наших домов, на каждом из наших домов можно было бы написать дом Божий. Этот дом принадлежит Господу. Ну а коль принадлежит Господу, то мы читаем сотый Псалом. А потом, Давид говорит, не положу вещи непотребные при лицом моим, при глазами моими. В доме моем не будет непотребных вещей. Это нужно перепроверять нам, свой дом периодически. Потому что бывает, что, как оно получается? Ну, приходят непотребные вещи. И мы периодически проверяем, очищаем дом. Наш дом принадлежит Богу. А все, что принадлежит Богу, оно свято. И должно быть свято по существу. Друзья, теперь о нашем посвящении вновь. Итак, было время, когда многих из нас принесли и посвятили Богу. Мы были маленькие. Приходит день, когда мы сознательно себя отдаем Богу. Врабы для послушания. И что это за день? О, дивный день! О, дивный час! Когда Спаситель в первый раз с душой моей в завет вступил, и мир мне в сердце подарил. Дивный день! Вот этот дивный день, когда я себя посвятил Богу. И это связано с нашим освящением напрямую. Римлянам 6 глава. Об этом написано. Соединившись с Иисусом Христом в смерти, верою восприняв, что там, на Голгофе, и я умер для греха. Когда умер Христос, и я в нем умер для греха. Но потом мы знаем, Христа похоронили. А меня? И меня тоже похоронили. Это был образ. Когда меня погребли в водах. Если бы меня креститель чуть подольше подержал в воде, тогда бы точно похоронили. А так это образ. Образ. Потому что я должен быть с Господом одно целое. И когда я встал из воды, это как образ. Со воскрес, со Христом. Теперь живу с Ним. Ну и в послании к Римлянам 6 главе написано, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Апостол говорит, благодарение Богу, что вы, бывшие, рабами греха, а теперь от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Дорогие братья и сестры, мы в тот день себя посвятили Богу. И это посвящение на всю жизнь. Не на какой-то отрезок времени. На всю жизнь. Бывает такое, что человек посвящает себя на определенное служение. Ну, например, посвящает себя на служение Хориста. Скажите, это на всю жизнь? Он всю жизнь будет петь в хоре? Ну, смотри, какая жизнь. Может, ему жить-то всего осталось ничего, этому молодому человеку. Он и не знает этого. И тогда и получится, что на всю жизнь. А бывает так, что в юности посвятил себя Господу на служение Хориста. А лет в 50 сестре говорят, сестра, может быть, другое служение вам вот посмотреть. Ну, какое-то присмотреть другое служение. Уже тремор есть в голосе. Уже... Вообще, это очень болезненно, скажу вам, для Хористов. Для них, для самих это болезненно воспринимается. Если у меня что-то уже не получается, я уже не могу управлять своим голосом так, как раньше. Это не значит, что она или он теперь больше не славит Бога. Наоборот, может быть, их слава еще лучше, скорее всего, она еще лучше, чем было в 20 лет. Но в Хоре этот человек уже по определенным причинам не может быть, потому что раскачивает партию там или не все слышит. Кстати, меня брат проверил, мой слух. Едем в автомобиле. Он включает какое-то приложение с телефона. Слышишь звук? Я говорю, слышу. Дальше. Слышишь? Не слышу. Говорит, ну, возрастные особенности. То есть, со временем наш слух притупляется. И вот даже есть, как бы, шкала. В 30 лет слышит, вот в 40 лет, в 50 лет уже что-то не слышит. Я к чему? Вот бывает посвящение. Посвятил человек себя на служение хориста. И это на какой-то отрезок времени будет. Имеется в виду, он в хоре поет. А вот как с занимающимися, с преподавателем воскресной школы? Как дело обстоит? Александр Александрович. Я хотел по словословию. Братья и сестры, нормально, если это процесс, и мы взрослеем, и уже мы как бы отходим от такого, ну, хорового служения. Это процесс хороший, то тогда объединяться нужно дуэтом, квартетом, квинтетом, ну и так дальше. И я в одной церкви был, что видел хор тех, кому за 50. И вы знаете, довольно-таки слаженно. И для того хора это очень хорошо звучало, и было хорошее созвучие. Вопрос такой, как быть в отношении детского служения? Проще было левитам, которым Господь определил, да, до 50 лет, но это хоровое служение. Мне очень нравится такой, это практический пример. У нас была сестра Луиза, 88 лет, помните, да, кто-то с Владикавказа, она 88 лет, она еще у нас была детский работник. И я всегда так говорю, ну, может быть, слово не совсем такое, старые кадры, а опытные кадры. Если они остаются, они всегда дадут сердечный, добрый совет. И не спешить так, даже если, может быть, это и бабушка, все, теперь отходи от детского служения. Друзья, у нас это, я проповедь говорил о том, что была связь поколений. Вот это как раз связь поколений будет, когда опытный работник может что-то передать. И если в этом мы явно видим призвание в детской работе, братья и сестры, кто уже в возрасте, в нашем, а может быть и постарше, не все равно не отходите от детской работы. Потому что это особенное благословение. Если есть возможность, сила. Но и другая сторона. Бывает такое, что нужно вовремя заметить и молодым тоже уступить. Потому что, ну, как бы с собой затмеваем все служение. И кажется, без нас оно не может и делаться. И как мы делаем, то никто другой не сделает. Это тоже крайность, которую мы должны помнить. И дай Бог, чтобы правильно могли ориентироваться. Да благословит Господь. Когда служители рукополагают, то есть посвящать на определенное служение. Это на всю жизнь. Понятно? Это на всю жизнь. Так Бог усмотрел. Однако мы понимаем, что вот то, о чем было прежде сказано. Когда подрастает молодое поколение и где-то нужно уступать, помогать молодым совершать служение. Да благословит Господь, чтобы видеть всему свое время и место. Да благословит Господь. Есть такое служение, когда говорит, они посвятили себя на служение святым. Помните? Дом Стефанов. Посвятили себя на служение святым. Это определенное служение. Когда мы говорим о крещении, мы в целом посвятили себя Богу на всю жизнь. Отдали себя. Всего себя. А бывает определенное служение. И бывает, это в церкви совершается. Например, детских сотрудников ставят перед церковью, и они говорят, что они посвящают себя на служение Богу в этом деле. Да благословит Господь, чтобы еще и еще были новые делатели в наших церквах. Без труда не может быть освящение. Потому что воспринимая глаголы вечной жизни, воспринимая благодать, мы должны ее передавать дальше. Мы должны трудиться. Без этого наше освящение невозможно. И еще одно средство для нашего освящения – это труд Божий. Непосредственно труд Божий с нами. Мы поем такую песню «Как не стремлюсь быть чистым я, все же чистым быть я не могу, омой меня внутри и в ней. И если нужно, плавь в огне. У меня желание, чтобы из сердца был удален полностью грех, как не стремлюсь быть чистым, я все же чистым быть, я не могу, омой меня. И мы соглашаемся на Божью работу в нас. Господи, я согласен, вот что Ты будешь делать? Я согласен. И тогда Бог ведет нас своими путями. Мы читаем Евреям 12 главу. Там тема о наказаниях. Скажите, наказание приятное? Наказание – это неприятное что-то. Но написано, посленаученным доставляет мирный плод праведности. Нас родители наказывали когда-то, для немногих дней, а сей, о Боге написано, для пользы, чтобы мы имели участие в святости Его. Вот цитата из книги «Закон духа жизни» Ивана Вениаминовича Каргеля. «Страдания не стоит того, чтобы класть их на весы рядом с вечностью. Посылающий их нам имеет свои святые намерения. И мы ни на миг не должны считаться с той непогодой, через которую Он нас ведет, лишь бы только намерения Его исполнились. Преображение нашей духовной личности в свой образ Он производит путем тяжких испытаний и глубокого унижения. Так что мы должны пережить ночь, мрак, горечь и гибель, которые нам совсем нежелательны, но все же так необходимы, потому что сослужат нам невыразимо добрую службу. Однако мы не должны бояться, что погибнем от этого, ибо плавитель знает, какой мы материал. Он держит измерительный прибор в своей руке и не допустит, чтобы температура при плавке поднялась хоть на одну десятую градуса выше требуемой. Дело немалое превратить дитя Адама в подобие Христу к тому моменту, когда Христос в один миг преобразит ничтожное человеческое тело, так что оно будет сообразно славному телу Его. Поэтому, находясь в этом мире, позаботьтесь о приготовлении к этому славному моменту. Не глядите на огонь, который пугает, но глядите на того, который проведет вас через этот огонь к славной цели. Братья и сестры, это тоже средство для нашего освящения. Страдания. Они обязательно будут еще в нашей жизни. Они были и будут. Это часть Божьего плана, чтобы меня взять в полное, безраздельное свое пользование. А мы, со своей стороны, согласимся с трудом Божьим. Господи, я согласен, согласна. Бывает так, что люди утрачивают святость. Об этом можно было бы подробнее говорить, но уже у нас недостает времени. Друзья, есть разного рода грехи. Есть то, что неприлично святым. Ну, например, пустословие и смехотворство неприлично святым. Но если ты святой, это тебе не к лицу. Нет, за этот грех церковь не наказывает. Просто ты себя где-то будешь благодати лишать, угошая Духа Святого. Есть грехи, о которых написано, что должны быть удалены от вас. Удалены. Удалите. Вот, например, в Ефесянам мы читаем, то, что оскорбляет Духа Святого, гнев, злоречие, ярость, раздражение, это то, что оскорбляет Духа Святого. Оно должно быть удалено из жизни. Но есть грехи, которые даже не должны именоваться, не могут именоваться у святых. Какие грехи? Блуд, нечистота, любостяжание. Они даже не должны именоваться. За такие грехи церковь должна однозначно принимать решение отлучать человека от церкви. Потому что это уже не святой человек. Братья и сестры, если мы утратим святость, если мы потеряем Господа, мы потеряли все. Святость нужна нам для того, чтобы увидеть Господа. Написано, без святости никто не увидит Господа, не может увидеть Господа. Святость нужна нам для того, чтобы нам совершать плодотворное служение. Чистый сосуд, благопотребный на всякое доброе дело, святой сосуд. Святость нужна нам для того, чтобы иметь уверенность в нашем спасении. Потому что мы в этом нуждаемся, чтобы успокаивать свое сердце. И когда ты понимаешь, что ты по жизни верно поступаешь, свято, и у тебя уверенность в спасении есть. Да благословит нас Господь, чтобы мы были святыми. Плоды эти драгоценные созревают, плоды эти очень приятны Господу. Да и Церкви Божьей, они очень приятны. Святой, да освящается еще. Праведный, да творит правду еще. Да благословит Господь нас в жизни освящение. Полностью отделиться от греха, полностью себя отдать Богу. И да прославится Господь. Аминь.